Здравствуйте! В эфире информационный выпуск на канале ЛДПР ТВ в студии Ольга Илларионова и о главных событиях к этому часу. Военные конфликты в бывших союзных республиках, гибель солдат и офицеров в горячих точках, экономическая нестабильность – один из результатов распада СССР. Такое мнение накануне озвучил Владимир Жириновский. Председатель ЛДПР отметил, что от развала Советского Союза выиграли другие государства, но не Россия. Вот итоги распада СССР. Кто выиграл? Китай. Он получил огромные запасы энергетические всей Средней Азии. Мы получили газ, нефть, золото, уран. Ну все, что надо там в неограниченном количестве. И получили территорию для транзита своих грузов из Китая в Европу. Шелковый путь. Вот дурачок Горбачев что сделал. Вот перестройка чем закончилась. Усиливаем Китай, Европу, Америку. А русских опускаем вниз. Русские несут цветы к могилам офицеров, погибших в Сирии. Вот у нас хороший ритуал. Обязательно будет надгробие, памятник, почетный караул, цветы. Но это же воздействует, эта печаль отрицательна на молодежь. Она что, рождается, чтобы где-то в Сирии погибнуть? Или в Нагорный Карабах уже ранен один из наших военнослужащих. Русская кровь льется на всем юге. Они герои, военнослужащие. Но, наверное, не для этого они приходят в этот мир, чтобы погибать за ошибки руководства. В первую очередь, коммунистического руководства, советского руководства. Поэтому распад СССР, на будущий год будем отмечать эту печальную годовщину 30 лет. Все выиграли, кроме нашей страны. А мы опять воинские эшелоны, самолеты летят, везут. Что? Чтобы погибали наши военнослужащие. И в Сирии, и в Кавказ, и могли на Балканах помочь. И кто-то погибает, ополченцы на Украине, и так далее. И там что-то может быть заваруха в Средней Азии. Там тоже 201 база, Таджикистан. И в Киргизии стоят. То есть, надо нам изменить наше направление развития, чтобы лучше жила страна, ее граждане. Пенсионный фонд не планирует в будущем году проводить проверку дополнительных доходов пенсионеров. Ранее в СМИ появилась информация о том, что ведомство намерено массово инспектировать пожилых россиян на наличие неосновных доходов для исключения надбавок и доплат к пенсии. Кроме того, в сети активно обсуждается инициатива, связанная с ликвидацией пенсионного фонда. Авторы предложения указывают на огромные траты из пенсионных накоплений граждан, на обслуживание большого количества отделений и содержание многочисленного штата сотрудников. Владимир Жириновский предложил перенять западный опыт пенсионного обеспечения. Пенсионный фонд должен заниматься пенсиями, но слишком много их чиновников, слишком много посредников. Ведь пенсию может назначить и оформить на работе, в последнее место работы. Вот там оформите ее, и человек начинает получать эту пенсию. Вот за рубежом я изучал пенсионное дело Франция. Там пенсионная касса по профилю. Вот шахтерская касса, автовладельцы, парикмахеры. Он начал работать 20 лет, и 40 лет платит взносы. Он решает сколько. Своему бухгалтеру говорит, вот переводите мне 5% зарплаты в эту кассу. Наступает возраст пенсионный, допустим 60 лет для мужчин или 65. И касса ему начинает платить. То есть он сам выбирает кассу, сам выбирает размер платежей. То есть больше спущено вниз, на человека. У нас все делает государство. А государство это огромная армия чиновников. И человек не знает, сколько он может получать пенсию. Понимаете? Там за рубежом они знают. Ну условно говоря, давайте платить, допустим, тысячу рублей за каждый год трудового стажа. Проработал 30 лет, 30 тысяч пенсия. Как пример. Но этого у нас нет. И человек не знает, работать ему больше, пенсия будет больше. Или работать меньше. А это вот проблема. То есть мы все до сих пор в руках государства. Давайте наполнять фонды. Накопительная пенсия. То мы ее держим. И люди надеются, что будут получать вторую пенсию. То мы ее замораживаем. То мы ее переносим вперед на несколько лет. Но мы же над людьми издеваемся. Люди не могут понять. То есть надо, чтобы здесь было меньше государства. И чиновников можно вполне сокращать. В эпоху цифровизации необходимость в пенсионном фонде и вовсе отпадет. Ведь ежемесячные начисления люди смогут получать напрямую. Мы решили выяснить мнение москвичей относительно перспективы упразднения пенсионного фонда. У нас все делали так, чтобы народу было еще чаще. Вот так вот, я так думаю. Потому что это... Если они захотят, конечно, упразднить, они упразднят. А я не знаю, мне кажется, пенсионный фонд должен быть. Чем меньше чиновников, которые находятся между сбором и выдачей, тем лучше будет. Да, при современных технологиях вполне возможно. Если эти шоблы министерством разгонят, тогда пенсионер будет больше получать. Пенсия у меня лично очень маленькая. Никаких перспектив нет, что они добавятся, не добавятся, ничего не вижу. Новое, оно всегда страшит. Потом нет уверенности, что будет лучше, чем было. На прошлой неделе Государственная Дума утвердила бюджет на ближайшие три года. Свыше 180 миллиардов рублей заложено на комплексное развитие стельских территорий. Поддержка и развитие села сейчас стало особенно актуальной. Пандемия коронавируса существенно повлияла на урбанизацию. Многие жители мегаполиса всерьез задумались о переезде за город. Стоит отметить, что депутаты ЛДПР уже говорили о преимуществах сельской жизни еще 10 лет назад. Могут как-то компенсировать гражданам расходы на удаленную работу сельским территориям больше внимания. Там и продовольствие, там и демография, там и спасаться от заболеваний. Мы много лет назад выднали лозунг «назад в деревню». Не все это поняли. Это лет 10 назад, посмотри, когда мы выднали. Мы это имели в виду в том числе. Более здоровое население, здоровое питание и не будет скопления людей. Ну а что там ЛДПР, оппозиционная партия. А теперь везде растет спрос на дома, за городом. То есть когда мы просили это сделать добровольно, граждане нас не услышали. И пресса не донесла. А когда ударило, как там жареный петух в одно место клюнул, страх и в лифте встречается, и во дворе, и на площадке детской, и в коллективе. Конечно, лучше ближайший пригород, дешевая машина. И тогда автобус не нужен, метро не нужно. Мы об этом говорим. И выше будет рождаемость. Потому что когда есть двор собственный у собственного дома, дети играют там. А когда вы в однокомнатной квартире, двухкомнатной, вам тяжело. Второй год в Хабаровском крае действует форма господдержки агропромышленного комплекса. Гранты для начинающих фермеров. Они помогают сделать первые шаги тем, кто решил организовать малый бизнес. Инструмент государственной помощи запущен в рамках национального проекта. А депутат Государственной Думы Андрей Андрейченко считает, что помимо помощи в стартапах, необходимо поддержать частных фермеров, которые уже в деле. Надо, конечно, поддерживать фермеров. Большие агрохолдинги, они так или иначе существуют, понятная история, но малый и средний бизнес. Его нужно поддерживать, его нужно развивать. Меры понятные. О них тоже постоянно говорит лидер нашей партии Владимир Вольфович Жириновский. В магазинах, на рынках должны быть отдельные места, вот отдельное место, где торгуют местные производители. Приходят, торгуют русские, русскими продуктами. Опять же, доступные кредиты, доступная агротехника и понятные экономические условия. Раньше была система закупки. Молока, пшена, соя, неважно. Сейчас этого нет. Понятно, капиталистическая экономика у нас сейчас, к плановой мы не вернемся. Но в рамках нашей современной экономики, этого рыночного уклада, можно тоже сформировать биржи и через биржу покупать, чтобы государство покупало. Потому что, а, у фермера проблема, это сбыт, потому что у него урожай то уродился, то не уродился. Здесь все немного неровное. Тяжело ему договориться с сетями. Соответственно, должно делать за него это государство. Б, у фермера какая проблема? Это хранение. То есть, дельный склад, тоже все это. Ну и плюс хранение, так или иначе, помимо того, что для фермера это дорого, это еще и тоже, вот еще один способ, так или иначе, проникновения яда химикатов. Потому что, то же самое, чтобы что-то хранилось, вот думаю, там в магазинах все видят, американские яблоки лежат. И все прекрасно понимают, что вот восковую рядом положи, вот так же оно будет абсолютно визуально выглядеть. То есть, чем оно покрыто, там, ну, это, пускай химики объясняют, но понятно, что там шкуру надо как минимум точно счищать. А что уж там внутри, ну, там, хранится оно там годами бывает, да, то есть пишут прошлогодний урожай. Ну, как, ну, должен быть урожай этого года. Поэтому вопрос хранения тоже должно брать на себя государство. И все это понятно, что окупится строительство, потому что я уже говорил, не будет такой нагрузки на медицину. Потому что то, что вот сейчас с иммунитетом происходит, нашим коллективным, да, это же тоже зависит от того, что мы едим. Потребляем ли мы витамины, либо какие-то антибиотики мы там, соответственно, потребляем с какими-то едно-химикатами. Без развития сельского хозяйства человечество в ближайшее десятилетие ждет голод, полагает Владимир Жириновский. По мнению председателя ЛДПР, государству необходимо внедрять программу помощи сельским жителям, чтобы у людей был стимул переехать в деревню. Вот мы, если сделаем большой поворот в сторону деревни, села и выращивать больше всех госпродукций, мы выиграем не только в отношении наших граждан, мы заработаем бешеные бабки. В ближайшее десятилетие будет страшный всемирный голод. Почему? Потому что урбанизация. Индонезия 200 миллионов. Если они 150 миллионов будут жить в городах, то оставшиеся 50 никого не прокормят. А там тотальная урбанизация идет. Все бегут в города. Всем нравится картинка, дискотеки там, флешмобы, товары, одежда. Все пляшут, танцуют. Все это хоронили Марадону. Интересно? А что ты живешь где-то на селе? Около тебя похоронная процессия не пройдет с мировым игроком. Поэтому город даже этим интересен. И бросают села. Но нам нужна пропаганда. Нужно стимулировать школьников из села возвращаться в село. Как? Будешь учиться за счет губернатора. Вот, выделять деньги. Но при условии, что вернешься в свое село. Вот так вот нужно их возвращать. Сейчас мы начали делать. Вот, сельский учитель даем миллион. Сельский врач даем миллион. Агроном нужно давать деньги. Тракторист, компаньер. Всем. Ветеринар. Все, кто хотят вернуться и жить на селе, давайте им будем давать по миллиону. При условии, что они будут жить. Останутся там. И к этому часу у меня все новости. Напоминаю, трансляцию нашего канала вы можете смотреть в режиме онлайн в Ютюбе. Всего доброго. До свидания.